Владимир Путин заявил, что содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечилось государством и привел цифры, потраченные на ЧВК из бюджета. Об этом мы поговорим с ведущим программы «Зомбо-ящик» в YouTube Ильей Шепелином. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, рад вас видеть. Я тоже очень рада вас видеть. Илья, анализировали ли вы какие-то заявления Путина о ЧВК вообще, может быть, за предыдущие годы? Ну, конечно, доводилось их анализировать, потому что Путин буквально называл ЧВК «Вагнер», то есть он вслух, кажется, не произносил, как он это любит, с токсичными для себя вещами. И вот все эти годы, что было известно в независимой прессе о существовании компании военных наемников Российской Федерации, которая, по идее, запрещена законом о наемничестве соответствующим, который появился после первой чеченской кампании. То есть тогда государство решило себя прикрыть, чтобы наемников этих не было на Кавказе, нужно их запретить. И, соответственно, я вот не знаю, были ли тогда уголовные дела, но в результате к этой уголовной статье с 2014 года добавилось существование крупнейшей так называемой частной военной компании «Вагнер». О ней журналисты активно писали с 2015-2016 года. Путину в 2018 году задавали они вопрос на большой пресс-конференции после того, как были убиты журналисты Арханжемаль, Александр Рассаргоев и Кирилл Радченко, которые снимали фильм о ЧВК «Вагнер» в Центральной Африканской Республике. И вот тогда Путин, ну еще в нескольких местах, он заявлял, что ну вот есть какие-то частные охранные предприятия. То есть буквально он пытался представить, что ну здесь какие-то чоповцы, которые от государства никаким образом не зависят, они с ним никаким образом не связаны. И, соответственно, пускай делают, что хотят, если они находятся, как любит, говорит Путин, в рамках закона. Но у нас рамки закона очень серьезно подвинулись вообще в последние дни, потому что, оказывается, мятеж, можно через 36 часов прекратить такое разбирательство и сделать вид, что его не было. Можно сделать вид, что колонны военной техники не ехали на Москву, и тут в рамках закона оказывается просто фраза, которая говорится по телевизору для телезрителей. Но для людей, с которыми другие отношения, какие-то понятийные, или эти люди могут угрожать непосредственно той власти, можно договориться вне рамок закона. Вот так получается, что телевидение пыталось объяснить, что не случайно Путин прибег к этой мере, и расследование по такой статье было закрыто, потому что только президент имеет право на помилование. Но вот я что-то не знаю, чтобы президент имел право на помилование людей, которых еще не осудили даже. И как это сочетается с рамками закона, не очень понятно. И вот вчера президент провел такой сеанс саморазоблачения, оказывается, что вот это все, чем попрекали его, Российскую Федерацию, что есть какая-то гибридная организация, которая на деньги государства проводит боевые действия, занимается всякими грязными делишками. Вот Владимир Путин вчера наконец-то признался, что действительно мы ее содержим, мы на нее давали деньги, не какая-то несчастная военная компания, она содержалась исключительно за наш счет. То есть Владимир Путин каким-то образом попытался скомпрометировать Челкова, на что, дескать, ну не такие уж они самостоятельные, без нас они ничего не смогут. Вообще-то он выдал куда больше компромат сам на себя, правда проблема в том, что после начала войны, такой масштабной и такой убийственной для мирных жителей, вряд ли Владимир Путин вообще может найти какой-то компромат, который бы шокировал людей, ну что нас еще может удивить в нем. Но вот тем не менее, давайте побудем историками немножко, и вот этот факт для учебников его отметим, что на протяжении, что вы делали 8 лет? 8 лет Российская Федерация врала, что Вагнер это частная военная компания. Вчера в сюжете Первого канала, я думаю, что они как-то обойдут это стороной, я посмотрел итоговый выпуск новостей, и дурацкую вещь сказал Владимир Путин, ну что, он буквально сознался в собственной лжи, а он обычно не любит это делать. И я думаю, что в новостях каким-то образом постарается обойти этот момент стороной, потому что неловкая ситуация немножко. Оказывается, вот эти все головорезы, которые собирали наемников под тюрьмом, которые воевали через... Это все была задумка Российской Федерации. Ну вот, все-таки оставили эти фрагменты в новостях на Первом канале, показали речь Путина, посвященную частной военной компании Вагнер. И вот такая подводка была у Первого канала. Выяснилось, что ЧВК Вагнер не является совсем уж частной компанией. Ну вот, совсем уж частной не является. А вообще, насколько она является частной, если это целиком была задумка государства для того, чтобы проводить такие дела, чтобы сама Российская Федерация была вне какой-то юрисдикции, да, можно было все свалить на каких-то чоповцев, которых мы и не знаем, и вообще не знаем, что это за повар Путина такой. Ну, поэтому я бы ждал других интересных признаний, не знаю, вот, чтобы Путин с таким же совершенно незамутненным видом, спокойным вышел, рассказал, ну да, это мы совершили покушение на Навального, не, ну а что такого? И, пожалуйста, пускай другие и спецслужбы не пытаются себе это приписать, пускай болезни не пытаются приписать на себя то, что случилось с Навальным, там, не знаю, скачок сахара. Это все сделали мы, поэтому не надо, пожалуйста, забирать наши лавры. Поэтому, ну и другие какие-то интересные вещи, начиная от 99-го года и рязанский сахар. Вот все-таки это они были или они? Вот было бы интересно про это узнать. И вот вчера все-таки это оказалось немало важной вещью на телевидении, все-таки ложь Путина, да, которую он признался, по сути говоря. Правда, он там немножко запутался, потому что, почему он вообще сказал, признался в том, что государство давало деньги на ЧУК? А Вагнер, ему нужно подчеркнуть как бы ничтожность этой организации, что без государства бы у них ничего не получилось бы и их не было. Но я боюсь, что вообще никаких таких ужасов, которые происходят с Россией и странами, которые находятся на ее окрестностях, не было бы без Владимира Путина, включая той самой войны. И вот он путает, говоря, он не знает, где доходы у Евгения Пригожина, где он получает прибыль, а где государство выделяет деньги на тендеры, которые Конкорд, как компания Пригожина, которая занимается кейтингом, на которой должна обеспечивать российскую армию. Вот у Владимира Путина с этим небольшая путаница, поэтому я бы не удивился, если дальше путаница не только на фронте возникла, но еще и в российской экономике, если он так плавает в терминах и думает, что деньги, которые даются компании на осуществление госконтракта, это и есть чистая прибыль. У него много интересного еще впереди, в том числе и в вопросах экономики. Ну так вот, это еще, вот я только что посмотрел перед нашим разговором, еще и в вечере с Владимиром Соловьевым обсуждали. Владимир Соловьев заявил, что какая же это частная военная компания, если она содержалась государством, какого черта она существовала? У государства должно быть право на насилие, а оно его стало раздавать кому попало. Ты их возмутила только слово «частная», как бы несостыковка была только в этом поле. Ну, нужно сейчас каким-то образом ругать, разрушать вот этот вот культ, который сложился в Z-телеграм-каналах, да, потому что действительно же так выглядело на протяжении последних месяцев, что Пригожин создает видимость, по крайней мере, человека, который и там у него доблести побольше, и разбирается, как воевать он лучше, и сам затыкает все дыры на фронте. А Министерство обороны вот это разворовало, тут они трухнули, вообще убежали куда-то с фронта, здесь предали, здесь просто повели себя, как последние какие-то дурачки никчемные. И только Пригожин, он позволяет себе и критиковать, и ругать их, вот пытается показать, что, а что он критикует-то сам, потому что он должен был бы быть спокойным же винтиком, таким же, как и все остальное в этом механизме. И нужно каким-то образом, значит, его поругать. Но тут с Соловьевым другая смешная история. Вот он рассказывает, что, значит, должна быть монополия на насилие, значит, что такое частная военная компания, что это за проходимцы, которым давали деньги на оружие, танки, самолеты, и они спокойно этим пользовались на территории Российской Федерации. И вот тут такой любопытный момент, что это говорит Соловьев, телеканал которого, Соловьев Лайф, получал десятки или за сотни миллионов рублей за рекламу ЧВК Вагнер. Начиная с осени прошлого года, главный и, возможно, единственный рекламодатель на канале Соловьев Лайф, который вещает сейчас на бывшей частоте Евроньюз, это именно ЧВК Вагнер. И Соловьев все это время рекламировал вот эту компанию, которая нарушает монополию права на насилие проходимцев, которые черт знает откуда получили самолеты, вертолеты, танки, и в итоге чуть этим всем делом не разрушили кремлевскую кирпичную стену. Илья, вы меня, честно говоря, удивили тем, что это действительно транслировали на госканалах. Как на это должны смотреть обычные люди, россияне, которым рассказывают, что эти колоссальные суммы тратились не совсем ясно на что? Ну, колоссально это вопрос относительный, на самом деле, потому что вчера Владимир Путин называл суммы, которые где-то переваливают за миллиард долларов. Вот это деньги, которые были выделены ЧВК Вагнер с мая 2022 по 2023 год. Вот, да, ну, наверное, на фоне всех расходов Министерства обороны и того, во сколько обходится война, один миллиард это еще и не самые фантастические суммы, но большой вопрос, как это все оформлялось, потому что, ну, это, видимо, те самые закрытые статьи бюджета, что в них скрывает? А в них скрывает то, что государство каким-то частным военным компаниям дает эти деньги, чтобы они закупались оружием, вербовали зэков из колонии, а потом, ну, в меру своих фантазий устроили какой-то кипиш. Вот, не факт, что вот этот миллиард долларов, ну, это большая сумма, чем миллиард долларов, ну, или там почти по нынешнему курсу, да, который получил ЧВК Вагнер за этот год, что это настоящие цифры. То есть это может быть официально, а там кэшем, то, что у него даже в документах и проводках у Путина не числится в этих папочках, могло быть и вовсе больше. Поэтому вчера, по крайней мере, сумма была не астрономическая, но я не уверен, что она соответствует действительности на 100%. Тут бы я такой момент отметил, что это не является лейтмотивом в новостях, да, то есть где-то там на 10-й минуте программы «Время» об этом говорили. У Владимира Соловьева это тоже не очень большой кусочек, это звучало на «Россия-1», да, то есть это не на его канале маргинальном «Соловьев-Лайф», это вот на «Россия-1» звучало, но это тоже несколько минут. И эти несколько минут, они вообще-то как раз существуют для того, чтобы их вырезать, отправить вот этим зет-патриотам, которые фанаты Пригожина, для того, чтобы успокаивать. А обычный зритель, он вообще практически ничего не понимает, который только из телевизора получает информацию просто, потому что ему, про ЧВК, Вагнер, в течение этих полутора лет практически ничего не рассказывали. Имя Евгения Пригожина на телеканалах было забанено, его там просто не было. Оно не звучало до этого мятежа ни по Первому каналу, ни по «Россия-1» практически никогда. Илья, и последний вопрос не могу не уточнить, а вот эта часть, когда Владимир Путин рассказывает про сумму, и он добавляет, надеюсь, что ничего не воровали, а если воровали, то немного. Это вообще что? Давайте будем точны, чтобы не поставлять Владимира Путина и самим не поставляться, мы должны быть просто чистейше, корректно, дотошно, вот как в аптеке. Он сказал, что, надеюсь, в ходе этих работ никто ничего не украл, или, скажем так, украл, но поменьше. Но, безусловно, мы будем, конечно, с этим разбираться. Я просто в афоризм это поместил, потому что эта фраза звучит, как будто она выдумана Салтыковым-Щедриным, который вложил ее в уста какой-нибудь мэра, или Гоголевская фраза. А нет, значит, не зря у нас президент объявлял войну за русский язык. И по-русски они не всегда очень здорово говорят, но изъясняется иногда вполне себе языком из великой русской классики, хотя об этом, наверное, не всегда подозревают.